Всем привет! Вы на канале, мошенники звонят по телефону. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Для того, чтобы не пропустить выходного ролика, жмайте на колокольчик. А теперь, дорогие друзья, погнали слушать ролик. Алло, Роман? Слушаю вас. Да, меня зовут Максим Рядин, являюсь финансовым экспертом проекта Гастромбанк. Вы же оставляли рестрацию, верно? Да, оставлял. Да, я так понимаю, заинтересовались проектом, верно? Ну, вообще акциями компании. Ну, фондовый рынок, не знаю. Проект. Заинтересовались фондовым рынком, правильно? Да, хорошо. Цель моего звонка, в первую очередь, помочь вам разобраться, каким образом вы тут будете зарабатывать, подобрать вам комфортные сервисы для работы. Вот для начала хотел бы с вами чуть больше познакомиться, чтобы определить ваше время знаний, хорошо? Давайте попробуем. Да, вы мне только подскажите, ранее имели опыт в инвестиционном направлении, или же это у вас будет тир-опыт? Нет, я не инвестировал. Не инвестировали. Ну, я так понимаю, поверхностно услышали, как люди здесь зарабатывают, читали информацию, и сами решили попробовать, верно? Ну, я помню из института, биржевое дело. Ну, знаю, там, акции, облигации, понимаю, в чем отличие. Понимаете, да? Конечно. Ну, какую-то информацию вы просматривали? Ну, конечно, да. А, а когда вы интересуетесь, в общем, с данной тематикой? Еще раз. Месяц? Как давно я уже интересуюсь, с данной тематикой, там, месяц, год? Я за акциями, ну, в Газпром, отслежу 21 года. 21 года, то есть целый год уже, правильно? Ну, да, можно сказать. Больше. Я понял, хорошо. Я понял. Да, только лишь на акциями, Газпрома, или есть еще какие-либо у вас приоритеты? Ну, хочу начать в Газпрома, там, посмотрим. Ну, вообще, фондовый рынок, в портфеле за акцию собрать. Я понял, хорошо. В таком случае, мне важно понимать, можно, но мы с вами сотрудничать, подскажите, сколько вам полных лет? У меня 35. И какой страны у вас граждан? Ну, Россия, конечно. Угу, все, хорошо, замечусь. Ну, смотрите, мы являемся международной компанией, которая работает со всемиром, предоставляя вам более тысячи активов, непосредственно, к торгам. Вот, на данный момент это фондовый рынок, это акции крупных компаний. Смотрите, наша задача купить актив подешевле, продать его подорожем. Разница в цене является нашей прибылью. Вот, только главное, требуется определить, куда будет двигаться цена на тот или иной актив. Вот, и с этим вам поможет наш эксперт. Вот, смотрите, так как вы являетесь человеком без опыта, я закреплю за вами опытного доставника. Это биржевой эксперт с 12-летним опытом работы на финансовых рынках, который в первую очередь вас заинтересован обучить данному процессу. Он будет вас сопровождать и предоставлять информацию, на которую вы будете зарабатывать. На какую актив выгоднее всего приобрести, ну и сколько вы можете на этом заработать. Понимаете? Да, я понимаю. Как вас зовут? Напомните. Что что? Зовут как вас? Максим. Максим, Максим. Ну просто имя, не зачем фамилия. Максим, я что-то не совсем понял. Вы вначале представились как? Газпром? А при чем тут международная компания? Газпром банк, да. Данный банк предоставляет нам ликвидность. То есть мы компания, которая открываем вам счет и предоставляем доступ к фондовому рынку. Вот. У вас открывается счет на ваше имя и там уже будут находиться ваши активы. А компания какая? Название как? Название компании? Trust Financial Planning. Как? Trust Financial Planning Limited. А Газпром при чем? Я же говорю, данная компания нам предоставляет ликвидность, а также информацию, на которой вы... Потом в приоритете зарабатываете. То есть отдел эксперт определяет, информация анализирует. Не пойму, вы что в компании... У вас какой-то... Почему реклама была от Газпрома? Не совсем понимаю. Да, у вас есть возможность активами Газпрома торговать. Напрямую, верно. Вы заинтересовались в мерке, правильно? Я понимаю, просто меня смущает то, что реклама от Газпрома. А мне плейнинг звонит. Смущает немножко. Да, чтобы торговать данными активами, требуется вам доступ к финансовому рынку, правильно? И наша компания вам его предоставляет. Понимаете? Ну, как и любая брокерская компания, это понятно. Ну, просто любая брокерская компания, она как-то размещает, ну, не знаю. Немножко неправильно это. Что значит неправильно? Ну, неправильно рекламу делать и размещать там логотип другой компании. Ну, вы же не компания Газпром. Вот в чем дело. Верно. Но у вас же есть возможность торговать данными активами данной компании. Именно вас они заинтересовали, правильно? Ну, вообще правильно, да. Да, правильно. Вот. И чтобы к ним иметь доступ, требуется также компания-посредник, которая открывает вам счет на финансовый рынок, верно? Именно мы такой и являемся. И также у нас есть отделок шпеток, которые вам помогают в сопровождении максимально добиться эффективного результата в данном деле. То есть, в свободном плане вас отпускать никто не будет. То есть, бум начинает с вами самого малого, чтобы вы уже, исходя из данного своего минимального опыта, получили максимальный результат. Понимаете? Ну, так понимаю, да, примерно. Так. Ну и что? Ну, давайте, хорошо. Вы там твои мысль озвучите, а потом уже вернемся к вашим моментам. Да, а что вы хотели спросить? Я что хотел спросить? По поводу вашей компании. Если вы брокерская компания, естественно, я же думал, смотрите, размещается реклама логатив «Газпрома». «Газпрома» есть свой брокер. «Газпромбанк инвестиций», правильно? А вы какая-то компания? Ну, не совсем понятная. Поэтому. Честно, надо вообще-то понимать, что вообще за компания. Вот, вообще. Регулятор кто? Где офис? Да-да-да. Все продемонстрирую. Ага. Хорошо. Так. Вот. Только требуется понимать. Вы сами сможете выделить несколько раз в неделю, 20 минут в день на эту деятельность? Ну, конечно, конечно, смогу. Хорошо. А сами по занятости вы работаете бизнес-твоем? У меня коммерческая деятельность в фуге населения. Коммерческая деятельность в населении? В услуге населения. Услуги населения, правильно? Да. А что же услуги? Ну, а вам зачем точно-то? Ворваться, не пойму. Я могу инвестировать, я не госслужащий. Я только не стал с кем я общаюсь. Не просто. Ну, услуги населения, правильно? Ну, да. Коммерческая деятельность. Все, я думаю, этого достаточно еще. Ну, это у вас своя компания открыта, правильно? Вы же понимаете, что так же за инвестиции требуется платить налог. А налог здесь при чем? Ну, смотрите, если у вас неофициальная деятельность, и вам будут поступать определенная сумма, то есть за нее уплачивать так же требуется налог. Вот если я работаю официально, я все равно буду платить налог в прибыли. Вы не думаете об этом? Вообще странно. Вы как-то такое нагородили. Причем тот налог, я официально, кто работает. Если я занимаюсь инвестициями, получаю прибыль. Естественно, я буду платить налог. А как по-другому? Ну, и не важно, как я устроен. Все. Да. Я рад, что вы это понимаете. Но есть же по теории, которые не понимают, и есть информацию, я это заранее узнаю, чтобы, в общем... Нет, ну вы понимаете, вы понимаете, по крайней мере... Послушайте, я понял. По крайней мере, это звучит глупо. Одно к другому. Налоги и вопрос, где я работаю, официально или нет. Это не имеет отношение вообще одно к другому. Поэтому я не знаю, просто зачем вы задаете эти вопросы. Ну, честно, не совсем понимаю. Ну, вы уплачиваете налоги, все у вас... Ну, естественно, если я работаю, естественно, меня снимают на налоги. Конечно, я плачу налоги. Меня удерживает государство налог. Это логично. Ну... Так, а откуда мне это знать? Возможно, вы уходите из этого. Ну, если даже я ухожу от налогов, какое-то имеет отношение к инвестициям, к брокерской деятельности, если я буду торговать, у меня будет прибыль. Я все равно буду платить налог. Если я даже в своей работе ухожу от налогов, брокерскую компанию это вообще не интересует. Ну, вы согласны со мной вообще? Вы что нагородили там какой-то, ну, правда? Дело в том, что к нам приходят также пассиоры, которые хотят задействовать нашу компанию как обшорный счет, то есть опумать через ее деньги. Ну, нам такое неинтересно, в общем. Какой обшорный счет, Кирилл? О чем вообще говорите? Что тут обшорный счет? Я что, у вас... Вы находитесь где-то... Послушайте, вы где находитесь где-то в Карибском бассейне? Я у вас счет открываю, что ли? Как я могу у вас открыть обшорный счет, если вы брокерская компания? Мы международная компания, я вам говорю. Ну и что? У вас что можно открыть обшорный счет? Смотрите, я вам говорю о том, что... Во чем? Все партнеры уточняются, и есть такие люди, которые хотят задействовать институционные счета, как обшорные, то есть, отмывание денег. И это информация уточняется. Ну, короче, ерек какая-то, я понял. Ладно, давайте дальше. Это вообще не понятно. Вы уточняете. Ну, хорошо. Если человек хочет использовать ваши счета, как обшорные, он вам правду скажет, где он работает? Что серьезно? Вы так думаете? Ну, все постепенно выясняется. Вы знаете, вот вы делаете такие паузы, я понимаю. Ну да, вот такое предположение, понимаете, вам просто кто-то написал на бумажке, ну что там, скрипт, вот эти вопросы. Вы их задаете, сами не знаете для чего. Вы просто задаете, где-то фиксируете, и все. И дальше вы не лезете. Да, чтобы по ним общались. Ну понятно. А когда вас спрашивают, для чего задаете эти вопросы, вы ответить не можете. Начинаете придумать на ходу. Какие-то обшорные счета, отмывание денег. Причем тут вообще одно к другому. Как оно и есть. Тем более... Вы же сами понимаете, как сейчас ситуация. Да какая ситуация? Во-первых, вы не банк, чтобы ваш счет открывать. Вы что, у вас есть лицензия на осуществление банковской деятельности? Нет. Вы брокерская компания. Не банк. А там что открывается? Это ваш счет или блокнот? Где открывает? Хранится ваши деньги? Да. Где будут храниться деньги? На вашем инвестиционном счету. Ну что, где он находится? Естественно. Ну где он находится? Да, внизу. Ваш счет поддерживает независимый банк-партнер. Независимый банк-партнер. Там имеется только лишь счет. Ну хорошо, хорошо. Если этот банк-партнер независимый счет открывает, там банк. Я же должен понимать, что за банк. Как называю? Где я буду счет? Куда я буду вообще находиться мои деньги? Ты же должен это знать? Или как? Да, естественно. Ну? Вот. Только требуется понимать, для того, чтобы максимально выгодный для вас счет подобрать. О каких суммах идет речь? Как пойду? Я хочу... Не, послушайте. Если я компанию не знаю, если я компанию не знаю, я хочу работать только с минимального типа счета. Если я компанию не знаю. Понимаете? Да. Естественно. Ну, в любом случае, Николас принуждатель не будет уничтожать. Так как вы человеком являетесь без опыта, правильно? Ну, конечно. Вот. В любом случае, мы начинаем с самого малого, с тестового формата. Ну, то есть поработаете две недельки, увидите направление. Ага. То есть, для своих результатов, будете принимать полноценное для тебя решение. Так. Ну и? Минимальный тип счета у нас состоит в 100 евро 6 210 рублей. Какая сумма подъемная для тебя? Да, это немного. Хорошо. Ну, а в дальнейшем планируете развитие своего счета? Ну, в дальнейшем посмотрим. Ну, я аж понимаю, пока я не узнаю, как бы что-то о компании, большие суммы никто здесь онициировать не буду. Потому что меня интересует, вот если вы выходите, да, я как понимаю, на нашу биржу, ну, мне акции «Газпрома» же нигде, кстати, акции «Газпрома» с вами будем покупать? На что? Позвать акции «Газпрома» мы где будем приобретать, через вашу компанию? На бирже, да. Ну, на какой бирже, я понимаю, что на бирже? Не магазине? На московской. На московской. Ну, все, значит, у вас все нормально, да, филиал есть, да, в России, все как положено. Естественно. А где находите? Присненская набережная 12. Присненская набережная 12? Присненская набережная 12? Да, да, да. Москва. А вы в каком городе находитесь? Я нахожусь в Каттаре. Так, а вы скажите, ну, а как-то гляну, да, ваша компания может, там, я не знаю, сайт, ну, что-нибудь посмотреть вообще. Что из-за инструментов у вас, что вы там вообще? Ну, что вы предлагаете? Да, 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 конечно. У вас есть VPN? Кто есть? VPN. Ну, имеется VPN, зачем VPN? Пользуешься? Ну, конечно. Замечательно. Хорошо. Вы мне подскажите, в общем, вы тут указывали почту, Рома, дум 111, ядекс.ру, ваша действительно почта? Да, действительно. Активная? А что вы хотите сделать? Я проверяю информацию, которую вы указали. И так же номер телефона. Вы пользуетесь мессенджерами для связи, контакта с вашим спиртом? Да, я пользуюсь Вайбером. Вайбер, Вайбер, только Вайбер. Только Вайбером, да? Да. Все, замечательно. Да, хорошо. Вот объясню, как тут будет происходить работа. Ну, в любом случае, в свободное оплавание вас никто отправлять не будет. С вами будет закреплен опытный специалист. Которая задача стоит обучить вас всем процессам, а так же ознакомить детально с торговой платформой и так же предоставить вам максимально ценную информацию, на которую будете в дальнейшем зарабатывать. Вот. Что стоит в ваших, соответственно, задачах? Это выходить на связь с данным экспертом, ну, и совершать сделки. Покупать активы дешевле, продавать подороже. Всю систему работы, стратегии работы, бизнес-план вы будете обсуждать с данным экспертом, чтобы он максимально эффективным образом вам мог помочь в этом деле. Понимаете? Ну, более-менее, да. Давайте дальше, ну. Да, хорошо. Чтобы мы с вами могли к чему-то прийти, то есть каким-то определенным уровнем дохода, надо от чего-то отталкиваться. Вот вы сами имеете в виду бизнеса, к какому доходу привыкли? Ну, я просто свободные средства, я просто хочу их сохранить, поменять условно рубли, валюту на ценной бумаге. Ну, а там как пойдет. Я, кстати, дивиденды смогу получать от акции Газпрома? Хороший вопрос. Я на него вам обязательно отвечу, но я на данный момент... Ну, я слушаю, что вы на данный момент... Ну, такая ситуация произошла. То есть, я же не могу отвечать за компанию Газпром, что она будет и дальше отвечать... Прерывается, что компания... Подождите, прерывалась. Что компания Газпром не может, что... Не пойму, вы сказали... Не расслышал. Ну, последнее время... Смотрите, последнее время... Компания Газпром не очень хорошие времена, и она не выплатила своим акционерам дивиденды. Не выплатила? Понимаете? Да, не выплатила. А почему? Я же говорю, не самые благоприятные для компании времена. И для Российской Федерации в том числе. То есть, по мере ограничений страны... И, в общем, ограничения поставок газа в Европе Юстом... Вложилась такая ситуация. Если вам отвечать... То, что вы будете выплачивать и дальше... Дивиденды... Я не могу. Ну, лично я этого не могу вам сказать. Лично я не могу этого сказать. Все эти моменты... И также торговые средства... Вы будете обсуждать напрямую с вашим экспертом. То есть, он больше эксперт в этом деле. То есть, моя задача... Состоит в том, чтобы ознакомить все информации, которые я должен вам ознакомить. И помочь уже приступить к данной деятельности. То есть, передать вас данному всех. Понимаете? Ага. Ну, это понятно. Просто... Как бы интересно. Никто не может ни на что ответить. Ну, смотрите. А... Вот такого вам вопроса. Что будет в России в ближайшие полгода? Вы сможете ответить на данный вопрос? Я лично не могу ответить на данный вопрос. Что будет в мире завтра? То есть, есть определенные... Ну... Определенные события, которые могут произойти. Но уверенно сказать, что данное событие произойдет, никто не может. Правильно? Конечно. Ну, давайте, чтобы воду не лить. Давайте, как счет пополнять, сделаем минимальное. Потом я уже пообщаюсь с экспертом. Что-то... Я уже... Прямо напрягаюсь. Угу. Хорошо. В таком случае, укажите для грамотного от торгового плана, к какому сами доходу кройки? Не, ну, я думаю, это личный формат. Ну, послушайте. Ну, как я могу вам сказать такую сумму точную? Ну, вы можете средне мне сказать. Или точную сумму можете не сказать. Ну, я не знаю. Ну, я же, понимаете. Я же хочу инвестировать, чтобы больше было. Чтобы хватало на женщин с легкой социальной... С низкой, вернее, социальной ответственности на наркотики. Ну. Это сугубо ваше дело. Меня это не касается. Мне главное, чтобы максимально комфортный сервис вам предоставлял эксперт. Вот как вы думаете? Да, эта информация мне не нужна. Угу. Ну, понятно, что он сейчас. Ну, да. Давайте, как счетом открыть, где открыть, как, что. Да, хорошо. А каким банком планируете пользоваться, чтобы обналичивать свой прибыль? Слушай, у меня Сбер. Сбер. Хорошо. Да. Сбер. Сбербанк. Все, замечательно. О. Все. А также, Роман, так как мы являемся финансовой структурой и сотрудничаем через единую банковскую систему, Многие банки являются нашим спортером. Уточните, есть у вас финансовые обязательства перед банком? Кредиты, долги, ипотеки, судебные приставы? Нет, не имею. Ранее были? Послушайте, то, что было раньше, было раньше. Не имеется сейчас. Я повторюсь, не надо мне такую анкету собирать. Вы брокерская компания. Вопросы странные. По крайней мере, они мне, ну, не совсем нравятся. Что у меня еще ранее? Может, у меня... Ну, вы странные, правда, задавите вопросы? Самое главное, что я гражданин России, у меня есть средства, хочу инвестировать. Все. Ну, что вам еще надо? Вы меня как-то начинаете какую-то депрессию угонять, вот правда. Ну, не в коем случае. Ну, как? Ну, в первую очередь, нам важно понимать. Что? Потому что банки являются юридическими лицами, и согласно законодательству могут предъявить претензию на сумму вашей прибыли в будущем. Кто мог бы предъявить свои понятия? Ваш банк. Будущее может предъявить претензии. На сумму вашей прибыли в будущем. Я такие вопросы задаю. Возможно, они вам кажутся не совсем корректными, но информация в первую очередь... Ну, давайте мы это оставим. У меня все нормально с этим. Давайте к счету перейдем, может. Серьезно, ну, калить начинаете. Так, мне нужно точно понимать, ну, а вдруг у вас была компания, она обанкротилась, и теперь вы ни в одном банке не можете иметь что-то. Что, какая компания? Такое бывает. Кто обанкротился, блядь? А чего вы толкуете? Чего вы несете за бред? У меня нет задолженности и кредитов в банке. Нет, и никогда не было, блядь. Успокойтесь уже. Ну, правда. Ну, разражаете нас. А почему вы так со мной общаетесь? Ну, просто нет. Вы понимаете, вы вопросы какие-то задаете, реально. Ни в одной компании. Я в банк прихожу со своими деньгами. Смотрите, чтобы вы меня поняли. Я ни в коем случае не хочу вас как-то огорчить, да? Вот я прихожу к вам со своими деньгами. Вот я то же самое, что в банк пришел со своими деньгами, да? Хочу открыть счет. Как и у вас, брокерский счет, инвестировать. Мне в банке начинают задавать вопросы. А у вас там было что-то раньше? А у вас там это? Вы вот вообще подумайте, что вы мне рассказываете. Вы приходили в банк? Я пример к вам привел. Я прихожу со своими деньгами к вам. Как, если бы я в банк пришел? Так мы не банк. Да без разницы. Я счет открываю. В банке у вас счет открываю. Брокерская компания. Почему мне в банке такие вопросы не задают? Ну? Так, а почему вы в банк не пришли и не открыли свои счеты, а обратились именно к нам? Да я не именно к вам обратился. Я еще брокерскую компанию. И вообще, в принципе, я не к вам обращался. Был логотип Газпрома. А тут вы нарисовали. Спортнера Газпрома. Да, да, да. Да, да, да. Вот. Вы... Это первая компания, которую вы рассматриваете? Или были ранее? Первая компания. Угомните. Давайте перейдем уже к счету. К открытию. Первая компания, правильно? Вы не вменяемы, что ли? Первая компания. И вас смущают данные вопросы? То есть, вы впервые... Они меня... Они меня... Они меня... Они меня в принципе смущают. Понимаете? В принципе. Не важно. Первая компания. Пятая, десятая. Ну, что вы мне объясните? Ранее рассматривали уже предложения какие-либо? Или мы первые? Вы первые. Хорошо. У вас не с чем сравнить, правильно? Ну, правда, не вменяемы. Я сказал, что вы первые. У меня есть чем сравнить? Ну, что вы меня правда раздражаетесь? Или что? А зачем вы сравниваете нас с банком? Вы знаете, как там все устроено? Где там все устроено? Вы меня сравнивали с банком. Я не пойму. Что вы вот увидите? Мы будем... Я вам проще вопрос задам. Мы будем, блядь, оформлять счет? Или я буду искать другую бракетскую компанию? И будут более вменяемые сотрудники? Так я не знаю, кому я оформляю счет. Роман, я не знаю, кому я по факту оформляю счет. Как мне в этой ситуации поступить? Да вы и не должны знать. Я буду проходить верификацию. Вы просто менеджер. Вы, понимаете, на адекватный вопрос ответить не можете. Мне начинаете рассказывать, что никто не может ответить на этот вопрос. И читаете свой подлый скрипт. Понимаете? Я вам ответил на ваши вопросы. Да. Финансовой задолженности нет и не было. Вы первая компания. Все, дальше. Все, хорошо. В таком случае, мне все-таки потребуется понимать, в каком заходе привыкли. Смотрите, а ты объясню почему. У нас работает с каждым партнером индивидуально. И под каждого партнера индивидуальный формат работы представляется. Ага. То есть, вам было бы интересно в месяц зарабатывать пять тысяч рублей. Ну или десять. Ага. Все инвестиции. Все инвестиции. Все инвестиции? Да, было бы интересно, почему нет. Или хотелось бы побольше. Что пойдет пять тысяч? Пойдет пять тысяч? Пойдет пять тысяч, да? Да. Послушайте, я уже буду общаться когда с экспертом. Мы все обговорим. С вами, я, эти вопросы, оно вам не надо. Надо? Ну, дело в том, чтобы я вас передал, нужно понимать кто вы и какого эксперта вам подобрать. Я же вам объяснял. У нас работают как с людьми, которые имеют коммерческую деятельность, так и с людьми, которые имеют определенную профессию на своей должности. То есть, это совсем разные форматы и стратегии. Я не понимаю, вы не услышали? Я вам сказал коммерческая деятельность. Вы что не услышали? Что вы не поняли? Вы это зафиксировали у себя в крипте? В анкете? Да. Ну все, что вам? У меня тут открыт документ. Крипета ваша. Ну подбирайте эксперта коммерческая деятельность. Все. Напишите, 500 тысяч в месяц. Месяц, конечно. Да. 500 тысяч в месяц. Напишите. Что у вас со слухами нет? Это в месяц напишите доход. 500 тысяч, это у вас чистый доход. Да, чистый доход. Квартальный доход. В месяц я сказал, какой квартальный доход. Чистый доход в месяц, правильно? Блять, вы еще раз спросите. Вы что, вам с пятого раза понимаете? Чего вы мне переспрашиваете по три раза один и тот же вопрос? Все, я понял вас. Эту информацию мне требовалось знать. Пипец. Вот это вы трудные, реально. А почему вы так со мной общаетесь? Ну потому что вы правда трудные. Но вы конструктивно ведите диалог по делу. Чего вы начинаете воду лить, рассуждать. Вы для начала, чтобы что-то там рассуждать, вы мочать выучите по поводу дивидендов и еще что-то. Когда вам задают конструктивные вопросы. Вы начинаете говорить. Это вы с экспертом отсудите. А начинаете свое там что-то придумывать, понимаете? Мне надо знать. Сидите, понимаете? Ну чуть-чуть давайте шустрее. Ну что вы реально? Коформление, пополнение счета, еще что-то. Объясните, я начал придумать. Ну то есть, вы думаете о том, что мне нужно с вас тянуть 6 тысяч рублей, то есть побыстрее вас пополнить? Правильно я вас понял? Мне нужны ваши 6 тысяч рублей. Или мне важно сделать все таким образом, чтобы вам предоставить комфортный сервис и вы с нами зарабатывали явно больше, нежели 6 тысяч рублей в месяц? Я думаю адекватная компания, вот адекватная компания. Вот если я сам занимаюсь деятельностью коммерческой. Моя задача, моя задача, чтобы продукт, который я предоставлял людям, продавал. Не важно какой продукт, услуги это, товары. Не важно. Я предоставляю продукт. Понимаете? На рынок. Люди его покупают, приобретают. И вы предоставляете услугу, продукт. Поэтому, не важно какой клиент. Надо всем клиентам предоставлять одинаково хорошо и максимально прибыльно. Или нет? Максимально прибыльно. Ну? Да. Чтобы максимально прибыльно и эффективно ему предоставлять сервис, нужно понимать, кто перед вами, правильно? Ага. Кто перед вами. Ну хорошо. Вы поняли, кто перед вами? Давайте к пополнению счета уже. Вы разобрались, как вы тут будете работать? Как вас зовут еще раз? Вы меня так напрягли, я вот забыл опять. Как вас зовут? Максим. 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 Ну вот правда, Максим. Вот вы меня зачем решили наколить сейчас, да? Хороший день, хорошая погода. Тут мне Максим звонит и начинает втирать. Ну такую дичь. Ну естественно разобрался. Ну открываем бронетировский счет. Будет эксперт. Я думаю вменяемый. Мы с ним пообщаемся, начнем зарабатывать. Открывать сделки. Ну что непонятного может быть, Максим? Вы сами хоть разобрались, чем вы занимаетесь? Вы сидите на работе. Для начала. Разобрался. Ну хорошо, Максим. Ну что так медленно? Ну глицина попейте. Ну давайте по поводу счета. Что вы там еще хотите у меня спросить? Давайте спрашивайте. Да. Сколько уже занимаетесь в твоей середине? Блять. Пиздец. С 2008 года. Запишите. Хорошо. Все. Секунду. Алло, Роман, вы тут? Да, я слушаю вас. Хорошо. Я передаю вашу заявочку к биржевому экспету на рассмотрение. Ага. Вот. Для дальнейшего одобрения, составления стратегии и бизнес-плана. С помощью которого вы будете тут работать. Ну. Вот. Мы с вами выяснили, что по условиям работы вам все понятно и приемлемо. Правильно? 20 минут в день. Несколько раз в неделю сможете выделить. Контактную связь с данным экспетом. Да. Обучаться данному виду деятельности. И тут развиваться. Правильно? Да. Все. Хорошо. Вы по числовому поясу находитесь в Краснодаре. Город Краснодар у вас, да? Угу. Московское время. У нас с Москвой одинаково, да? Угу. Хорошо. Вот. Подскажите, когда вам удобно было бы связываться с экспетом? Утром? Днем? Вечером? В любое время. В любое время вы нашли. Хорошо? Хорошо. Все. В таком случае, вот я вам отправляю тестовое письмо вам на почту, чтобы продемонстрировать и ваш счет, и документацию. Давайте с вами вместе посмотрим. Да. Переходите на свою почту, я отправил вам обычную письмо. А вы на мессенджер не можете отправить только на почту? На мессенджер так же могу, да. Да. У меня телеграмма есть. Хорошо, я сейчас попрошу... Телеграмма вместе, да? Ну да. Да, вы перешли на почту? Да, загружается. Какую почту там оставлял? Напомните. Рома. Дум. 111. Яндекс.ру Ага. Так. Да, вижу, вот у вас в телеграмме. Ну вы уже если на почту направили, давайте на почту посмотрим. На почту вас усмотрим. На почте не нашли мое письмо? Да. Да, сейчас захожу. Как подписано на письмо от кого? Максим, да, я там. Там самой почте идите, Максим, указан. Так, ну, почте пока ничего нет. Турома Дум, три единицы. Сейчас посмотрим вас в Телеграме. Вот, отправьте мне в ответ сообщение любого характера, чтобы я понимал, что... На фото вы? Да. Эту картинку видел в интернете, что вы это перевеличиваете. Хорошо. Ну, а зачем вы ставите чужие фотки какие-то? Так я всегда знаю, что вы видели в интернете. Слушайте, вы хотите, что-то ваше фото? Ну, видимо, кому-то понравилась данная фото, я решил тебе поставить. Да что вы? Может, пооборот, да? Вам понравилось? А что, понравился, да? Да нет, я не по этой части, не переживайте. Меня просто удивляет, зачем ставить чужую фотографию. Так это моя фотография. Ну, хорошо, ладно. Мне просто сейчас лень искать в Яндекс.Картинки, я бы вам сказал, что это фотография. Ну, хорошо. Я вам плюс отправил. Да, хорошо. Да, смотрите. Я вот уже подготавливаю за вас сообщение. Ага, секунду. Давайте, давайте. Виттен у вас работает, да? Все у меня работает. Все, замечательно. Сокунду. Вот. Принимайте письмо. Ну, вы меня в Телеграм отправили? Да, да, да. Вы же мне плюсик отправили в Телеграм. Так. Так, вы меня сбросили. По какой именно ссылке переходите? По первой. Ссылка на личный кабинет. Вот. Открывайте и говорите, что видите перед собой. Ну, пока загружается. Загружается. Что медленно загружается. Ожидаем. Получилось у вас? Пока открывается. А вы как? Пользуетесь сотовым интернетом или Wi-Fi? Мобильным. Угу. Я понял. Он грузит, грузит. Ну, ожидаем. Ожидаем, да. Что ж вы мне скинули? Что ж он так долго загружается? А если VPN отключить, точно не загрузится, да? Спасибо. Включить или выключить? Если выключить. Если выключить. А вот как мы с вами поступим на данный момент? Выходите оттуда. Я отправил вам ссылку на платформу. О, да. Увидел. Открывать ее? Ее можно без Wi-Fi. Это VPN, да? Я как понимаю? А пускай будет пока VPN. Сейчас, секунду. А какое у вас приложение VPN? Это платная подписка или бесплатный период? У меня все нормально. Возможно, все работает как часы. Получилось у вас? Ну, он открывает. Я же сказал. Видно, VPN тормозит. О, поэтому он как бы это… Поэтому мы, наверное, его отключим. Ваш VPN. Наш, вернее, VPN отключим. И зайдем просто по ссылке. Попробуйте. Чем может быть, понимаете, я за рулем. Может быть, проблема с интернетом. Поэтому тоже момент такой. А далеко от города отъехали? Нет, недалеко. Я как раз еду в сторону. Обратно. Может быть, из-за этого и проблема. Ну, зашел. Так. Welcome a WebTrader. Это что такое? Все по-английски. А где по-русски? Да. Там первое поле. Вводите свою почту, которую вы указывали. Я понял. А почему по-английски-то? И по-русски. На данный момент. Международная компания. Международный язык. Английский. Да вы что? Если вы работаете на территории России. На платформу есть возможность изменить на русский язык. Не переживать. Вы в этом уверены? Да. Да. Это как-то тяжело все у вас. И пароль техники 12345. Нажимаете или логин как у вас там. 12345? Да. Так. Максим. Проверяем. Почта верная. Пароль проверяем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Рома Дум. Три единицы. Мне пишет. Connection Error. Какая-то ошибка. А вы включили VPN? Нет. Я выключил. Включите. У вас как-то все через VPN. А что я потом тоже буду через VPN что ли? Все через VPN. Вы что? Давайте попробуем VPN включил. Так. Вводим почту. Так. Вводим пароль. Нажал. Галочку поставил. Не. Он так все педом не зайдет. Здесь видно связь получается. так я вам что предлагаю давайте я сейчас приеду в город до 10 минут я вам напишу вы меня наберете нормально зайдем чтобы была норма как нормальная связь то что-то не дело не так неудобно не заходят на финал хорошо 8 вы на связи максим максим через 10 минут вы сказали нам да я доеду я доеду до города будет нормально я вам напишу или грамме вы не наберете и зайдем да-да-да хорошо ожидает вас общение нужно давать на средство алла да роман получилось вот получилось что интернет словить хорошие словить хорошие да вот поймал как раз перехожу на вашу ссылку вот видите все она открылась вот я вел так опять он не пишет неверный код давайте включим здесь я думаю будет работать включим vpn параллель макси надо включили вы не пьем так смотрим опять так давайте обновим так ты обновил так 45 может 356 12345 да без шутки я хочу сказать что он просто стоит на доме там вообще ничего не делает никакой загрузки они пошла какая-то загрузка но все я зашел регистр регистр реал аккаунт так давайте где русский язык там видите у вас сверху должно быть три квадратика в одном из них шестерня я уже нажал так главное данные для входа личные данные ничего делать а что вы видите перед собой а то что актив что видите перед собой говорю а нажимайте на личные данные я нажал но фамилия имя да так корректно ли указано проверять вообще ничего не указано а что видите перед собой пустые данные личные данные имя все пустое пустые поля вы можете сделать мне скрин и отправить телеграм максим учил по всем что ли не пойму не пойти то что вы мне сбросили я там могу сделать вывели свой логин ну ну смотрите что вам не хотите сказать они от этого не туда перешли а куда переходить вы нажмите обновите полностью страницу я обновил нажал три квадратика главная торговля продукта обучения на вконтакте там вы видите у вас три полоски а есть также кружечка стрелочкой но но нажал вот там имя пользователя да и пароль водитель свои логин и и пароль 12345 чего так все сложно такими темпами если с вами пентакон взломаем какими темпами у вас видео театральная пауза не пойму вот как жарко соли у вас не пойму чупали так лета же лето же все наказали кондиционер выключили так хорошо вот опять он меня понимаете начинает мозги компостировать все 1 2 3 4 5 пароль да 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 ну вот неверный он все вот рома до единицы правильно я почту ввел в эту же медитовали да 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 там . я не верно логин или пароль но бред какой-то еще опередите наш диалог я просто скопируйте свою почту и вставьте без пробелов какую почту скопировать которые я вам отправил в диалог вы думаете что другую почту вел что ли по-другому ему хорошо имя пользователя есть пробел я ставил без пробелов я ставил пароль 1 2 3 или 5 нажимаю войти на данный так вошел покойте по торговой счету еще да 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 далее все человек вы как телефоном компьютером телефоном до человеке появился верху на нажимайте на челочку да 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 личные данные нажал проверять корректно не указан так нажимать опять на человек но нажал там у вас будет изменить пароль технический пароль и нажимать кнопочку как все сделайте скажем так подтверждаем пароль так но все боли да хорошо теперь нажимайте опять на человечка там у вас будет снизу выйти свяжите с нами снятие но нажимайте на снятие ну ну что торговый счет почему торговый счет из шести цифр стоит что так мало это индивидуальный номер вашего торгового счета нет но я на него пополнить не смогу если он такой короткий я на него не смогу пополнить перевод сделать да я знаю ну как индивидуальный номер вашего торгового счета в системе ну это номер аккаунта точнее торговый счет да-да-да ну да-да-да вентальности понимать сумма видите у вас ну что 0 сумма 0 евро да евро счет у вас открыт евро так же тип снятия у вас банковский перевод ну вижу да банковский перевод да вот да смотрите тут указываете вы реквизиты своего банковского счета ну и нажимаете кнопочку отправить и таким образом вы обналичиваете свои средства как делают большинство моих партнеров они напрямую обналичивают на свою кредитную карту дебетовую или же виртуальную там где у вас тип снятия банковский перевод нажмите туда там будет банковский перевод и кредитная карта видите нажмите на кредитную карту вот нажал вот и у вас будут два поля кредитная карта и бан видите ну вижу да вот аналогичным образом вводите реквизиты своей кредитной карты дебет твой или виртуальный и банчет нажимаете кнопочку отправить на данном этапе все понятно все понятно дальше нажимайте на главную на человечка а потом на главный нажал так дальше и говорите что видите перед собой уже добро пожаловать роман роман следите к веб трейдеру пополнить счет ну у меня номер счета смущаешь он такой короткий номер счета тип счета видите ну по нулям все вижу дальше да счет у вас неактивен хорошо там у вас кнопка подключиться к веб трейдеру нажимаете и там выйдет у вас новое окно это вам выдает платформу саму там она должна идти у вас загрузка ну пока не идет пока ничего не идет ничего белый экран загружает 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 а только медленно ты видишь vpn почему у вас так не работает только vpn а ну какие-то подпольщики у него она на памяти у вас же офис есть в России да да а какой город Москва Москва Адрес где вы находитесь в Москве Пресненская набережная 12 башня федерации да хорошо что Пресненская набережная были в Москве да доводилось я даже был на Пресненской набережной видел на башне федерации ну хорошо ладно это все лирика ну зашел что валютная пара здесь ну что там у вас на каком языке на языке на английском хорошо я понял там у вас видите сверху 3 квадратика в одном из них шестерня нажмите туда и там будет функция изменить язык ага так ну выбрал получилось получилось далее ну поезд инструменты но я это все вижу да 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 обратите внимание на активы пролистайте вниз возможно есть для вас знакомые активы наблюдаете ну что-то наблюдаю да амазон наблюдаю да амазон наблюдаю да какие наблюдать тесла ну ну все что вы любите ну опускайтесь там вниз ну опустился ну ну да там видите актив у вас энгад ну вижу подойдите виткоин нет газы энгад да вижу да 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 нажимать ну нажал ну ордера да да в смысле максим новые люди увижу да новый ордер ну отложено орган орден но ордер господи папа масло на заслание проявился таким образом открывается сделку но это понятно это интуитивно все понятно да да смотрите как тут будет прессить работам повторюсь у вас будет эксперт который полноценно вас ознакомить с данной платформы покажет какими вы инструментами будете в дальнейшем пользоваться для кафосных первую очереди вашей работы и таким образом вы будете открывать сделку на купли-продажи активов я понял это что все инструменты что так мало что вы имеете ввиду то что я вам сказал какие вам инструменты нужны допустим я вижу энгаз я не вижу как право газпром это акция компания господь торговать акциями господь вы имеете возможность на московской бирже данная платформа поддерживает ее кубер на данный момент сами понимаете какая сейчас ситуация в россии и какая сейчас ситуация происходит компания газпром то есть на данный момент акции данной компании не очень хорошо себя показывает на рынке а то есть практически до 50 процентов упали в цене но и попросту мы не можем на грех до 3 быточные активы торгал на 30 процентов на 30 процентов по сравнению с каким периодом по сравнению с когда они упали с июня месяца они стоили 300 в конце стали стоить 170 или 180 но там на 3 процента было по или и 3 рубля это когда они стали 343 рубля на напомните мне когда было сейчас напомню на этот период такой цены не было у газпрома за период открытия биржи конца марта 357 рублей стали когда 5 октября максим мы вообще нормальный 5 октября часто в август месяц 5 октября я услышал что 5 октября сейчас август вас ничего не смущает да то есть то есть 10 месяцев назад 10 месяцев назад гениально максим я просто смущаю этот момент что еще должен буду в этом отковка биржи счет открывать здесь вот геморрой да потом еще на московской бирже попробуйте себя на данных активов минимальных суммах а там уже примите для полосы на решение если вы человек дело то вы сами понимаете чтобы убыточную компанию не перспективно инвестировать правильно вообще-то в акции классно инвестировать когда они просадки чего вы решили что компания госпром убыточная за госпром он есть и будет продукты продукты данной компании на данный момент показывает себя хороший рост и перспективу развития очень потенциально то есть если вы наблюдаете так пристально за компания госпом то за активами и это же наблюдать верно и то как они все ведут на международных рынках я учета не видел газпром компанию последние несколько месяцев на международных международных масло масляная рынка вот не видел вот хоть убейте вот вы сейчас открыли актив ангас вы знаете что это закид но я думаю это товарно-серевой рынок это не фондовой но как-то им не имеет никакого отношения и что вы покупаете договор на поставку данного актива а вы мне скажите а вообще какие мы я не пойму я понял максима мы какие инструменты вообще используем я как понимаю то что ты вне контракта что ли это фьючер это или контакты это совсем другое совсем другое очень похоже но не совсем я бы так не сказал нет вот это я платформа похоже то есть сейчас я покупаю фьючер похоже на то что инструмент вот это данная платформа использует как те вне контракты только вот вы мне энгас и он же послушать я энгас нажал это что я фьючер покупаю да ну допустим хорошо ладно это все лирика ну давайте дальше ладно посмотрели мы платформу все посмотрели на чё там еще а вы хотели бы попробовать на среде контракта в общем не интересует фондовый рынок а какие инструменты будем использовать нужно разберемся вверх поднимитесь там у вас будет фондовый рынок ну хорошо я думаю это уже с экспертом и посмотрим вы смотрите вы принимать торги на фондовом рынке вам требуется капитал более чем 20 тысяч евро вот такая возможность будет зачем вот такой капитал нужен большой для того чтобы полноценно приступить к работе чтобы выстраивать стратегию бизнес-план таким образом ну а зачем вы не купили зачем мне 2 тысячи ну а если у меня есть полмиллиона рублей просто но не полмиллиона 300 тысяч до возьмем вот у меня есть да это получается сколько 5000 долларов ну хорошо и что я не могу 300 тысяч начать работать на фондовом рынке вы хотите сказать немного не хватит ну в случае с нашей компании не может страна вы компания брокерская 20 будет будем работать с вами на фондовом рынке а пока с вами вы меня упоминали о том что хотели бы рубли перевести в доллары правильно в каком смысле я бы хотел рубли в доллары так вы мне говорили об этом максим я вам говорил с вами для начала на валюте послушать я вам говорит я вам говорил что акции я покупаю газпрома вроде бы этого разговор вы не понимаете вы меня уже просто утомили рубли в доллары я вам объясняю что если приобретать активы 2 акции газпрома мы же за рублю будем переобретать они за доллары причем тут поменять рубли на доллары зачем мне менять рубли на доллары не могу понять вы можете как-то свои мысли яснее этом заработать естественно с вами минимальная сумма валютном рынке вы посмотрите мы посмотрим на то как вы будете добираться опыта открывать сделки от этого отталкиваться договорились может я на вас сначала посмотрю потом вы посмотрите мы на вас вы на нас я на вас еще не смотрел вообще на компанию на компанию но хорошо сейчас мы к этому придем ну ладно дальше какие действия ну чё да если минимальная сумма вы какие-то вообще мутно я вас не пойму просто я же не буду вам инвестировать там сразу 200-300 тысяч я думаю это понимаете я вам предложил тестовый формат давайте этот формат хорошо далее какие действия 6 210 рублей сумма подъемная для вас с трудом максим но подъемная давайте дальше действия какие хорошо вот условия подходят вам работы вы реально трудно ну я сказал подходят да давайте дальше действия активировать ващет какого банка у меня сбербанк правильно правильно хорошо платежная система по карте у вас виза мастер-карте у меня мир хорошо в таком случае я отправляю вашу заявочку на свой департамент и под вас формируют реквизиты буду совершать пополнение вашего непосредственного счета через транзитный счет компании понимаете как это нет не понимаю почему не напрямую на какой счет потому что вы поначалу будете работать нами и переца 20 прерываете так и мог descriptions на меня актив Я вас не слышал, вы прерываетесь, понимаете? Кусками слышно. Алло. Ну вот у меня алло кусками. Драма. Один один. Алло. Ну я слышал вас. Слышно меня? Вот сейчас слышно, да. Вообще ничего не понял, что вы сказали изначально. Я спросил, почему я напрямую не могу пополнить счет? И дальше вы начали прерваться. А, говорю о том, чтобы сделать свифт-перевод на прямую пополнение вашего торгового счета, требуется задействовать 20 тысяч евро. Но мы же с вами начинаем с самого минимума, с тестового формата 100 евро. Будем делать активацию через транзитный счет компании. Это где такое, что надо 20 тысяч евро, чтобы перевести? Это с чего вдруг? А 100 евро нельзя так перевести? Для свифт-перевода. Для свифт-перевода. А вы вообще в курсе, что свифт не работает в России? Как я переведу? Даже 20 тысяч евро, допустим. Каким образом? Свифт не работает. Ни виза, ни майсеркад. Ну, все на ваш страх и риск. Есть такой оптимальный вариант. Есть другой? Другой какой? Через транзитный счет компании. Вам такой вариант подходит? А еще, а первый вариант. Я вам предоставляю реквизиты и вы по ним делаете перевод. Все ответственность за данный перевод вы берете на себя. Договорились? Давайте попробуем. У вас есть 20 тысяч евро, чтобы сделать перевод, правильно? Да почему тут 20 тысяч евро? Какая разница? Свифт-перевод 20 тысяч евро или 100 евро? Что вы сейчас сидите на ходу придумываете? Какие-то непонятные правила перевода в свифт? Что 20 тысяч можно, а 19 нельзя? Максим? Нельзя. Нельзя. Это где такое у нас, что нельзя? Вот я не пойму, откуда у вас такие мысли в голове? Я же вам уже все сказал. Что вы мне все сказали? А вы в общем настроены сотрудничество с нашей компанией? Или нет? Вы как-то на вопрос не ответили. Вы привыкли к вопросам на вопрос. Но естественно, если бы я не был готов, я бы не оставлял заявку. Максим, вы меня реально так утомили. Хорошо, давайте на 100 евро минимально попробуем. Ну все, чтобы я связался с экспертом и забыл за вас как-то страшно сон. Но вы правда калитер, понимаете? Реально калитер. Хорошо. В таком случае, как говорили, я отправил вашу заявку по 20, формирует транзитный счет. Что мне делать? Мои действия. Давайте. Ваши действия. Минуску подождать. Так как мы выясняем, это очень большое количество уровней. Сейчас, я с вами на линии. Ага, давайте. Да, хорошо. Просмотрели вашу заявочку. Она не полноценная. Мне все-таки от вас требуется информация. Какая информация вам все требует? Смотрите. По семейному положению. Вы женат, есть все. Что это вам зачем информация, как брокерская компания, Максим? Вы меня начинаете прям вообще расстраивать. Вот правда расстраивать. Это анкетная информация. Чего? Какая информация? Вы приходите на работу. Вы на работу приходите. Вы на собеседование заполняете анкету? Максим, это вот вы... Максим, это... Послушай, Максим, я понял вопрос. Вот это вы, когда пришли на работу, перед тем, как одеть гарнитуру, вот у вас было собеседование. Вы полностью рассказали свое... Все о себе. Досей на вас собрали. Сколько у вас детей, жен, я не знаю, там еще что-то, мужей. А я к вам прихожу с деньгами. Я к вам не пришел на работу. Вы услугу предоставляете. Как брокерская компания. Деньги у меня. Я пришел инвестировать. Понимаете? Разницу. Когда вы пришли на работу устраиваться, а когда я к вам пришел? У нас с вами разное положение немножко, Максим. Ну давайте, вы не будете меня разгражать. Давайте пополним счет. Минимальный. Все. Я вас забуду. Так я не могу этого сделать. Но все же мне требуются некие пункты вашей анкеты заполнить. Напишите холод. Холод. Я понял. Ну все. Вопросы закончились? Чтобы реквизиты предоставить. Да, я жду одобрения вашего дня. А, ну так вы же и скажите, а то вы пропали. Да, я пропал. Я с вами на линии общаюсь с руководством. С руководством? Круто. Пока вы там общаетесь с руководством, ну вообще, мне скажите, а вы сами инвестируете? Торгуете? Да. Да? Ну сколько выходит, если не секрет? Всегда по-разному. Сами понимаете, в рынке это дело нестабильное. Нестабильное? В среднем? Ну я могу сказать за год, насколько у меня увеличился капитал. На 37%. А изначально какой он был? 1000 долларов. 1000 долларов, все. Ну я, смотри, я начинал с криптовалюты. Инвестировал в биткоин 1000 долларов, потерял 500 долларов. Молодцы. Инвестировал еще 500, потерял еще 200, все вывел. И потом более детально начал интересоваться данной тематикой. И со временем, с новой, большей информацией, общаясь с более опытными людьми, я начала получаться данная деятельность. Вы вообще давно в этой компании работаете? И вам так же жила. Я понимаю, все, да. И мы будем общаться. 5 лет. 5 лет работаете? Ну что, вы за 5 лет только 1000 долларов вложили и заработали 300 долларов. Ну чуть больше, да? 400. Нет, я вам говорил, что начинал с 1000. Ну, начинали с 1000. Ну понятно. В общем, общий доход неизвестен у вас, да? Да. Что там? Ну давайте, что там руководство? 37% увеличился. 37% увеличился мой капитал на... за этот год. Ну, прекрасно. Вот. А долгов у вас, алиментов нет? Вы уже спрашивали этот вопрос. Максим, вы что там все не записываете или что? Не пойму. Нахера вы по кругу идете? Вопросы вы задаете? Я вам за кредит, за кредиты спрашивал. Кредитов у вас нет и не было. Алименты, долги? Представляете, этого нет. Вы расстроились? Я? Нет, я. Ну хорошо, вы зафиксировали. Ну что там, а не ваше руководство? Я не пойму. Если мы в дальнейшем будем работать такими темпами с вами, мы ни хрена не заработаем, понимаете? Вот. А почему вы так негативно настроены? Я абсолютно адекватно настроен. Ну потому что вы просто льете воду. Вы не можете адекватно открыть счет на минимальную сумму. Мы сколько уже времени с вами потратили просто так? Дети, внуки, еще что-то, вопросы какие-то. Максим. А вы занимаетесь коммерческой деятельностью? Да. Вы доставляете услуги населению, да? Это у вас своя компания или вы имеете должность данной компании? Вам это зачем информация? Это не мне. По вашему эксперту данная информация. Пойму это зачем? Должность у меня или я владелец? Что это изменит для эксперта? Он будет со мной более вежливо общаться? Но вы шепотом или что? Нет. Он будет вам подбирать формат работы наилучшим образом. Чтобы вам в первую очередь комфортно было работать. Ну, пусть подбирает. Напишите, совладелец. Совладелец, да? Угу. Хорошо. Что еще? Сколько раз кушаю в день? Там, какаю? Не надо эксперту, чтобы вообще максимально подобрал? Нет. Нет? Не надо. Максим, что там со счетом? Ну, а как вы думаете, нужна ли эта информация? Нужна ли информация данная эксперта? Ну, конечно, нужна. Ему надо подобрать оптимально, чтобы было удобно. Все нужно. А какие у вас пассивы есть? Что? Пассивы какие у вас? В смысле пассивы? Ну, с вами общаюсь. Что вы имеете в виду пассивы? Ну, ладно, у вас твоя компания – это ваш актив, правильно? А какие у вас пассивы, какие расходы? Максим, вы в себя придите. Мы будем счет оформлять, а? Или нет? На минимальную сумму. Давайте вы в себя немножко придете. Ну, давайте тогда пополнять. Я не пойму. Вы мне из дурдома позвонили. Я не пойму. Вы откуда вообще? Что за бредовые вопросы? В смысле, какие пассивы? Вам мне что, предоставить, сколько раз в неделю магазин заезжаю, сколько раз заправляюсь? Вы серьезно? Вы в своем уме? Что вы мелите? Вы нахера? А у вас есть те компании, которые убыточные? Ну, явно у вас это не одна компания. Нет, у меня одна компания. Блядь, мы открываем счет или нет? Да, мне только не требовалось узнать эту информацию. Ну, так хватит нести бред по поводу моих компаний. Давайте счет открывать, я не пойму. Что я вас заставляю, блядь, я не знаю, уговаривать? Что вы мелите сидите? Какие пассивы? У меня один пассив, вот с вами общаюсь уже, блядь. Пассив. Максим, давайте, блядь, как-то адекватнее, да? Открываем счет или нет? Да, давайте с вами более адекватно общаться. Ну, давай, мы с вами ничего не откроем. И бизнес мы так явно не построим, если вы в таком тоне будете продолжать со мной общаться. Я с вами нормально общаюсь, я вам сказал, давайте открывать счет, все. Нормально, вы понимаете, что это нормально? Максим, закончили с вопросами, да, это нормально. А вы считаете, нормально задавать какие-то невменяемые вопросы по поводу других компаний, убыточных? Чего вы взяли, что это невменяемые вопросы? А чего вы взяли, что у меня много компаний? Вот чего вы взяли? Ну, смотрите, вы не хотите говорить о себе никакой информации. То есть, я не понимаю, с кем я общаюсь. Я вам всю информацию предоставил, что я вам не хочу говорить? Вы так как будто говорите, как будто я что-то с этой информацией сделаю. Как будто я приеду к вам и буду упрекать вам за что. Если бы вы ко мне приехали, если бы вы ко мне приехали, Максим, если бы вы ко мне приехали, было бы намного лучше. Ну, если бы вы нормально общались, возможно, я бы подумал над этим моментом. Подумали над этим моментом. Максим, вы будете делать действия для открытия счета? Что мы будем делать дальше? Ожидаю одобрения. Вы сами понимаете, что мы работаем официально. И работать с человеком, о котором мы не знаем практически ничего, мы не можем. Но это по факту. Ну и что вы хотите дальше сказать? Я вам уже сказал, я ожидаю одобрения вашего. Ну, давайте ожидаю одобрения. Максим, а у вас есть семья, скажите? Дети, там, я не знаю, алименты, долги, кредите, коллекторы. Вам коллекторы часто звонят? У меня нет задолженности по кредитам. По семье, я одобрения. Есть, конечно. Ну, почему, конечно. Я вам сказал, холод. Чего не фиксируйте? Чего вы не фиксируйте? Я вам это говорю. Почему вы не зафиксировали? Ну, вы так говорите, как будто это несоответственно. Но это соответствует действительно. Правильно? Ну, конечно. Все, хорошо. Вижу, вашу заявку одобрили. Сейчас, одну минутку. Аллилуйя. Вот уже готовят реквизиты. Сейчас мы посмотрим, что за реквизиты. Да, хорошо. На данный момент вам сейчас поможет активировать ваш счет Виктория Смирнова. Ожидайте на линии буквально 10 секунд. Давайте. Алло, Роман. Здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Виктория. Я являюсь специалистом финансового департамента. Мне передали вашу заявочку. Агент передал, что вы готовы к активации счета. И вам нужно подсказать, как правильно это сделать. Виктория, это просто какой-то трэш. Вот я не знаю, сколько я времени потратил на общение. Понимаете? Но вот этот максимум просто не вменяется. Понимаете? Но он просто, понимаете, тупое слово, деревянный. Я такого еще не слышал. Только потратить времени, чтобы... Я прошу прощения, Роман. Давайте по порядочку с вами разберемся с вопросами, которые у вас возникли. Я так понимаю, что есть различные нюансы, которые вас не совсем устраивают. Вы хотели бы это проговорить? Виктория, у меня нюанс такой, что я общаюсь уже, я даже потерял счет времени. Ну, полностью с неадекватным, понимаете? Я не знаю, кто его посадил. Как вы его допустили к работе вообще? Он вменяемый, серьезно, нет? У вас есть жалоба на то, как работает агент? Да, он тупой, деревянный. Он просто дура. Я прошу прощения, она давайте без оскорблений. Теперь вопрос немножечко в другом. Вас перевели на меня в целью помочь с активацией счета. В смысле помочь? То есть вы заинтересованы сотрудничество с компанией, но вам не совсем устраивает именно данный менеджер. Правильно понимаю? Что меня не устраивает? Работа. Не пойму, что меня не устраивает? Еще раз. Давайте по порядку еще раз, Роман. Мне передали, что вы готовы приступить к активации счета, и вам нужно подсказать, как это сделать грамотно и правильно. Да я ему об этом, Максиму, я ему уже этот час рассказываю, что давайте уже активировать на минимальную сумму, он время тянет. Хорошо, давайте тогда... Вот он дура, реально. Давайте тогда перейдем с вами к активации счета. Я так же услышала, что вам некомфортно работать с данным специалистом, то есть в дальнейшем у вас перейдут на другого менеджера. Есть? Нет, смотрите, в данном случае вы общались с менеджером, который, соответственно, обязанности входит в активацию счета, помочь вам, подготовить анкетные данные и передать вас на биржевого эксперта. Я думаю, что таких вопросов с биржевым экспертом у вас не возникнет. Посмотрим. Ну давайте действия, Виктория, да. Действия, давайте. Вы ранее когда-либо проводили какие-либо операции через интернет-банк свой. Каким банком пользуетесь, подскажите, пожалуйста? Сбербанк. Замечательно. Так как вы, я думаю, понимаете, ситуация политическая в плане, то есть мы будем с вами активацию счета провозить через внутреннюю резервную систему компании. То есть у каждого, в принципе, отдела существует руководящая должность, которая этим занимается. Если вы приходите в обменный пункт ранее, когда меняли валюту, там сидит ответственное лицо, которое занимается обменом валюты. Так как мы будем работать с вами на различных активах, которые будут также в евро, в долларах, соответственно, вам нужна валюта. Таким образом, мы сейчас будем как раз-таки конвертировать вашу валюту с рублей на евро на ваш счет. Понимаете? Ну, если честно, не совсем. Сейчас я покажу, как объясню. Ну, то есть по порядку. Вам нужно зайти сейчас в свой онлайн-банк, Сбербанк. Так. Далее. Далее выбираете операцию, платежи и переводы. Так. Далее у вас идет предложенных вариаций. Какие вариации у вас есть? Давайте по порядку. Секунду. Не проедешь, да? Сейчас, сейчас проеду. Сейчас, машину пропущу. Ну, какие... Ну, хорошо, пока я двигаюсь. Какие варианты? Клент между своими счетами, Кленту Сбербанка. Пользователю другого. Пользователю другого банка. Ну, да, есть. Пользователю другого банка. Абсолютно верно. Да. Вариации какие у вас присутствуют? Ну, как какие вариации? Надо вводить данные. Там есть вариация, каким образом. Можно через лицевой счет, можно через данные по карте, можно через номер телефона. Правильно понимаю, у вас предложены? Он сам... Выбирайте вариацию по номеру карты. Он сам определяет, смотрите, что нужно. Я поняла. Вам нужно выбрать по номеру карты. И далее готовы записывать. По номеру карты, да? Да. Абсолютно верно. 22. Сейчас, одну секунду. Вот, если припарковаться так. Сейчас, буквально секунду. С учетом того, сколько вы ждали, я думаю, что я тоже подожду. Вы понимаете, он просто меня так накалил. У меня еще такого не было. Понимаете? Ну вот, я не знаю, как он работает, но он невменяемый. Он как под какими-то препаратами. Он вообще что-то с ним не так. Вот так не может быть. Адекватный сотрудник не может так себя вести. Такой мал... Ну, как он тебя ведет? Такую ересь мерит. Я зафиксирую этот момент без шутеров. Это не просто слова вежливости. Я зафиксирую этот момент для того, чтобы скоординировали уже его отдел и вынесли либо же выговор, либо же отправили на повторное переобучение и так далее. Я думаю, понимаете? Далее 70, 0, 4. Так, 22, 0, 2, 70, 0, 4. Не 0, 2, понимаете? Вот вы говорите, почему я вас корректирую. 22, 0, 0, 7, 0, 0, 4. 22, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 4. 7, 0, 0, 4. Далее. 14. Далее. 69. Далее. 46. Далее. 94. Давайте перепроверим. Сейчас перепроверим. Так. 22, так, 22, 0, 2. 22, 0, 0. 22, 0, 0. Не 0, 2. 22, 0, 0, да. 70, 0, 4. 14, 69. 46, 94. Да. У вас это 0, 2, слушайте, привычка, мне кажется, профессиональная. 0, 2 привычка, да. Почти профессиональная, вы вправы. Я поняла уже. Так, Виктория. Продолжить. Вам нужно указать сумму. На сегодняшний день вы общались с менеджером, договаривались на минимальную сумму. Она составляет 6 210 рублей. Указывайте точную сумму. Сейчас, секунду. Чтобы точно указать. Так. 6 210 рублей. 6 210 рублей, да? Абсолютно верно. Так. И продолжить. У меня сразу вопрос к вам, пока я не нажал продолжить. Слушаю вас. Карта на кого? В данном случае это является ответственное лицо, которое занимается как раз таки транзакциями клиентов и проводит как раз таки операции к конвертации валюты. То есть, если бы вы имели возможность через лифт это делать, вы бы делали это через платежную систему самостоятельно. И вы бы указывали свои данные и через банк это делали. Но так как сейчас эта пункция закрыта, делается через ресервное состояние компании. Нет, Виктория, я не то спросил. Я спросил карта, карта. Естественно. А, то есть имя самого получателя. Я поняла вас. Пруткова Людмила Андреевна. Пруткова? Пруткова. Абсолютно верно. Не, я понимаю, что это имя. Галина Андреевна, да? Пруткова Людмила Андреевна. Не Галина. ЛА. Возможно, у вас показывается. У меня почему-то, знаете, что интересно, ничего не показывает. Потому что пользователь другого банка. Ну так вот это Людмила Андреевна. Она кто? Вы запросите по регистрации какого банка? Газпромбанка. Понимаете? Поэтому пользователь другого банка. Смотрите, я объясняю еще раз. Данный человек является финансовоответственным лицом, который занимается конвертацией валюты. То, что я вам объяснила. Мы делаем с вами через внутреннюю систему. Через резерв, да, компанию. Начисление вам уже будет идти в евро. Конечно. Вы, к сожалению, просто не имеете возможности сейчас сразу евро оперировать. Либо самостоятельно их конвертировать. Поэтому это проводится через уже резервный счет компании. Вам предоставили реквизиты как раз таки через них. После активации счета, то есть сейчас вы делаете операцию, у вас появляется в банке чек о плате. Вы этот чек делаете скриншот, либо же поделиться, отправляете либо мне, либо же вашему менеджеру, с которым вы общались, на мессенджер, либо же другое устройство. Это подается финансовый департамент. Там указано время, точная сумма. После этого эта сумма зачисляется вам уже в евро на счет. Я пока вы не увидите сумму на вашем счету, вам не буду проявлять. Виктория, я это все понял. Ну, то есть, понятно. Не надо как бы в развернутом виде объяснять. Все понятно. Я как понимаю, вот это Людмила Андреевна Рудкова, да, как вы сказали. Она работает... Пруткова. П-ру-ткова. Еще раз, как? Слух. Первая буква какая? П-ру. Нет, первая. Петр. Петр. Пруткова. Второе слово. Ринат. Да, Пруткова. Елый, Павелый. Вот скажите, вот эта Людмила Андреева Пруткова, она является вашим сотрудником, да? Абсолютно верно. Вы меня правильно подите. Глава финансового департамента. Глава финансового департамента. Я понимаю, на то есть. Да, прекрасно. Смотрите, голова финансового департамента. У меня такой вопрос. Вот я сейчас переведу. Сколько там вы сказали? 900, да? Правильно? 6 210 рублей. Сумма какая-то смешная. Абсолютно верно. Я думаю, понимаете, никто не собирается рисковать своей репутацией, репутацией компании ради того, чтобы украсить 6 210 рублей. Это технический минимум, с которого вы можете активировать счет. Я это все прекрасно понимаю. 11 евро. Смотрите, нет, к вам вопросов нет. Но тем не менее, это физлицо, да? Людмила Андреевна, она физлицо. Ну вот предположить просто. Вот просто, чтобы я понимал мои действия. Она завтра, не знаю, от ФИДа умрет, ее партёр заразит. Или она там уверовала в какую-то, ну смотрите, в какую-то секцию. И братьям и сестрам переведет, да, там вот эти 6 тысяч. И как я смогу вернуть свои деньги обратно? Мне просто, что делать? Мне там не важно, что, а как это, ваша компания. Вот она просто не переведет. Вот вы даже знать не будете. Что мне делать? Как только вы отсылаете чек о оплате совершенной вами, о спешении. То, что операция прошла успешно. Мы подаем данный чек. Скриншот, ребят, зачак. Финансовый департамент и вам от самой компании уже на счет зачисляется 100 евро. Понимаете, обмен происходит в любом случае. А Трудкову Людмилу Андреевну уже будем искать мы тогда. Если вдруг она уверует в секцию или брату. Ну, зря вы смеете. Все может быть. Вы же я не выстрел. Можно выйти и кирпич на голову упадет. Может, да. Я так понимаю, мне хорошо, что это юмора, а не переживать. Людмиле Андреевне упадет кирпич и все. И уверует еще больше. Так, ладно. Ну, хорошо, это все лирика. Это же как бы сумма такая, да? Не серьезная. Но мне понравился ваш подход. Деловой. Деловой подход, да? Я рад, что вам, честно, понравился. Да, мне просто нравятся люди конкретные. У меня отец военный, поэтому он всегда мне говорил все напрямую. Вот, знаете, вы мне его немножечко напомнили. Сразу, как только начали, знаете, активно общаться со мной. Такой немножко в агрессивной манере. Я просто поняла, что эта агрессия не направлена на меня. Да хорошо, не переживайте. А не, я просто. Ну, хорошо, я отправил. Далее, что делать? Далее, перейдите, пожалуйста, в там, где у вас идет вписание. У вас там должна быть чек поделиться, либо же отправить. И найдите, пожалуйста, в мессендере, где вы общались с менеджером. Да, я сразу, я сразу, Виктория, скрин сделал, чтобы быстрее. Скрин сделали, замечательно. Отправьте, пожалуйста, в Telegram. Насколько я понимаю, вы общались ранее? Да. Ну, отправил. Одну секундочку, ожидаю. А вы его в Telegram видите, что ли? Нет, в данном случае просто он мне отправит. Ожидайте спроси сейчас, как только он прочитает, отправит мне. А я переотправлю в финансовый департамент. Ну, вы мне подскажите, чек увидели, нет, получили, чтобы я понимал. Только что вот мне прислали. Вот. Чек по операции Сбербанка, онлайн-перевод, время операции, отправитель, получатель, сумма операции. О, все верно? Да. Операция выполнена, абсолютно верно. Сейчас ожидаем подтверждение от финансового департамента. И после этого будем также ожидать начисления. Вы скажите, 8 мая-напер, заходили уже ранее на свой торговый счет или еще не подготавливать для себя? Я не хочу это вспоминать, понимаете, вот этого Максима. Да, мы заходили. Заходили, увидели платформу. Вы самостоятельно сможете зайти на платформу, чтобы проверить уже баланс, правильно понимаю? Ну как, в смысле, ну, если сориентируете, куда заходить? Ну, вот я на платформе, допустим. На платформе. Пока еще немножко рано, но смотрите, если вы зашли на платформу, у вас там рынок открыт, соответственно, валютная пара. У вас в правом нижнем углу есть My Account. Мой аккаунт. Нажмите туда, и у вас там будет, соответственно, информация по аккаунту, кому он принадлежит. И справа, сверху, у вас будет также вспомогательная кнопочка «Баланс». Там будет он отображаться после того, как пройдет конвертация валюты, будет начисление. Нет, Виктория, у меня, смотрите, у меня главное, я понимаю, у меня главная торговля, продукция, обучение, она куда заходить? А, я, по-моему, поняла. Смотрите, вы перешли именно на сам сайт, вы через телефон, я правильно понимаю, в машине через телефон? Да, да, да. Окей, рядом с тремя полосочками у вас есть стрелочка с кружочком, нажмите, пожалуйста, на эту стрелочку с кружочком, либо же, если у вас есть иконочка «Человечка», если вы авторизовались. Да, иконка «Человека», да, я же вам читаю, у меня главная личные данные, изменит пароль, торговая история, ну, так далее. Абсолютно верно. С самого внизу, да, послушайте. Нажмите, пожалуйста, на главную, самая первая срочка, главная. Нажал, ну, добро пожаловать. Далее. Да, абсолютно верно. Немножечко ниже у вас уже будет отображаться тип счета, реальный, номер вашего торгового счета, цифр, и там, соответственно, по нулям. То есть мы с вами сейчас ожидаем, я переслала чек у операции, то есть ожидается подтверждение уже от ответственного лица, от Людмилы Андреевны, как раз-таки не Александровны, как только она даст свое подтверждение, что сумма зачислена, соответственно, из резерва будет зачислена вам уже на счет евро. Ого, отлично. Давайте подождем. Так, остаюсь сейчас, подождите секундочку. Ого. Ожидаем с вами. Подскажите, пожалуйста, Роман, так как времени вы и так потратили с менеджером много, вам есть принципиальная разница, чтобы я оставалась с вами на линии? Нет, есть, есть, я хочу просто, Виктория, я хочу, да, просто увидеть средства вместе с вами. Тогда я стою с вами на линии, не переживайте, никуда я вас не бросаю, просто чтобы вы не тратили зря время, а не переживали тоже. Вы просто, Виктория, давайте, вы знаете, да, нет, я не начну, абсолютно. Вот скажите, вот ваша компания сказала, что вы находитесь на Преснянской набережной, в Москве. Так. Так, да? А вообще, вот, ну, какие-то данные, вы же арестированы как-то, да? Есть у вас что-нибудь, информация, там, ММЭ, на компании? Друзья, да, сама компания, это английская, которая сопровождает проект и, соответственно, она предоставляет доступ на рынок, на международные активы. То есть вам, помимо возможности торговать на МОС-Бирже и Санкт-Петербургской, будет также возможность выходить на Лондонскую, Токийскую биржу с целью, как раз-таки, улучшения доходности в плане выгоды. Там немножечко выше уровень доходности, я вам так скажу. Я понимаю, но как вы сидите вот в Москве, выходите на МОС-Биржу, значит, у вас, получается, Сандробанк регулирует, правильно? Давайте по порядку еще раз разберемся. То есть, во-первых, вам предоставляет возможность торговать на различных активах, на различных биржах. То есть, если вас интересует вопрос именно о самой компании легальности, то вам уже биржевой актер более детально покажет. У меня, к сожалению, то есть не совсем моя компетенция, я могу вам общие сводки сказать по данному моменту, но будет правильно, если вам уже биржевой актер, если что покажет, расскажет, то есть, что найти можно, где прочитать. То есть, ознакомитесь вместе с ним. В любом случае, эта сумма, с которой вы начинали, это не значит, что вы ее уже всю секунду куда-то инвестировали. Это именно баланс, с которого вы будете начинать после того, как уже познакомитесь со специалистом, обсудите все вариации и так далее. Вы знаете, да, мне еще такой вопрос подскажите, я думаю, вы в теме. Вот смотри, вот сейчас вот что-то случается, не знаю, мне сейчас куда-то позвонит по работе, скажет, блин, вот нужны бабки, там, срочно, да, какая-то сумма. Вот мне как раз не хватает этой суммы, что я перевел вам. Вот я торговать ничего не начал, я могу ее увезти обратно? Смотрите, это ваши деньги, вы имеете полное право распоряжаться именно на свое усмотрение. После полной процедуры верификации, после полной процедуры верификации, вы своим счетом управляете только самостоятельно. То есть, естественно, что нет смысла гонять 6 тысяч, я думаю, вы понимаете, туда-обратно. Но при этом, в данном случае, агентства не по вам нет. Да, я вернулась к вам. Да, сорвалось что-то. Вы знаете, я что еще хотел сказать, Виктория, вот такой момент странный, да? Просто смотрите. Сейчас, секунду. У меня встретит к вам вопрос. Виктория, секунду, я просто хотел вам сказать, пока я помню, да? Просто не задерживали время. Вы запомните, пожалуйста, это, этот момент тоже очень важен, то есть, с точки зрения того, чтобы мы просто сэкономили время. Ну, давайте. Сейчас почему-то еще не видят операцию. Да. Возьмите, пожалуйста, свой онлайн-банк, у вас там, соответственно, должно быть осписание чек. Ну, есть, конечно, в истории, да. Счет именно о списании. Да, есть. Ну, и что сделать? И пришлите скриншот. Ага. Ну, сейчас я пока же выбираю, сейчас я пока зайду. Я же вам скажу, так, знаешь, еще какую вещь, вернее, по поводу Максима, да, его адекватности или неадекватности. Вот смотрите, вот у него в Телеграме стоит фото, да? Вот не его фото, ну, с интернета взял картинку, потому что она там гуляет, сто раз мелькает. Я ему говорю, вы на фото? Он говорит, да. Вот уже, понимаете, уже это говорит о невменяемости. Ну, поставил картинку, скажи, нет, это картинка. Он говорит, да, это я на фото. Ну, нормально? Ну, как вообще? Я, честно говоря, не праве это обсуждать, я даже не обращала внимания на то, что ставят менеджеры себя на аватаке. Виктория, вы обратите, обратите внимание. Я это не контролирую. Ну, просто, вот, будете как-нибудь на доступе, да, и скажите ему, я захожу, захожу, я зашел, зашел, выбираю, да. Сейчас, сейчас, я вам отправлю, спокойно, сейчас и будет хорошо. Все спокойно. Еще проще будет, если вы поделитесь чеком. Я выбрал поделиться, конечно. Я делюсь с вами чеком. Я еще, знаете, что хотел сказать, Виктория, вот у Максима была такая тема, как средства, да? В новом разговоре, по-разному, не средства, а средства. Вот я вам чеки отправил, чеки от Тимура, это детородный орган черный, стало в шоколаде жри мошонка. Вика, вот здесь у тебя папа военный, а он что, на спецоперации? За ВСУ? Если честно, я немножко не понимаю, о чем конкретно идет речь. Ну, я вот объясняю, смотри, вот Максимка Салоед, шахраи позорные, пытается спиздить у меня деньги, потому что у нее средства, да? Я, как понимаю, ты тоже, Вика, такая же, да, как Максимка. Прошу прощения, Анна, я к вам не обращалась. Я тебя, я тебя не прощаю. Я тебя, я тебя вот одна дура, этот Максимка, мне все нервы сделал, и вторая сидит. Прошу прощения, говорит мне. Как тебя можно опросить, если ты хочешь спиздить мои деньги? Послушай, ты хочешь спиздить мои деньги? Абсолютно на вашу сумочку. Да что ты. Я тебя могу перевести, чтобы ты с голоду не сдохла, и Максимка. Хочешь? Смотрите внимательно в Телеграм, где вы отправили сообщения, и теперь слушайте внимательно. У меня, обычно, нет времени на то, чтобы выслушивать ваш поток словесный. Поток словесный. Для желания поганой смерти горим в аду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.